Итак, сегодняшний день настал. Мы едем в горы. Мы проснулись очень рано, но вышли только в 12. У нас есть с собой трекинговые палки. Не знаю, понадобятся или нет. Сейчас нам, значит, надо добраться до вокзала, потом поехать на поезде, потом на автобусе, и потом на подъемнике, потом пройти пешком, и потом будет еще один подъемник. Маршрут не пишут, а когда ехать до точки, можно разными способами. В зависимости от времени приложение SBB или Google карты предложат вам наилучший вариант. Мы едем сюда, и вот так пешком идем сюда. Первый фуникулер, на котором мы ехали, Штоозбан. Он связывает деревню Штооз, Талинышвиц, и является самым крутым фуникулером в мире с наклоном до 110 градусов. При этом он спроектирован так, что, поднимаясь даже на самых крутых участках, пассажиры остаются стоять прямо, так как вагоны автоматически выравниваются. Так выглядят эти кабинки, как бочонки, в общем. Приехали на остановку Штооз, и сейчас здесь на еще одном подъемнике. Поедем, кажется, вот на все горы. Идем сюда. Вот и следующий подъемник, он оказался открытым. Я вижу шишки на елке. Я не помню, когда я ездила на открытой... в открытой кабинке, но, по-моему, никогда. Открытый фуникулер, это чуть страшнее, чем я представляла. Как-то, в общем, немножко дух захватывает. Но вид, вид потрясающий. Вот едешь, такие луга, супер зеленая, идеальная швейцарская трава. Все-таки как-то страшненько. Мы готовы идти. Эта тропа находится над деревушкой Штооз и соединяет вершину Клинкеншток и Фроналпшток. То есть весь маршрут нужно идти по хребту от одной горы к другой. Многие люди называют этот хайкинг одним из лучших, и я согласна с этими утверждениями. Потому что со всех сторон открываются невероятные горные пейзажи, зеленые луга, заснеженные вершины, озера. И сам хребет тоже очень живописный. Красота. Круассан с колбаской. Вот с таким видом. Ноги тут в цветах. Кажется, это горные орлы. Или нет? Я не знаю, кто это. Козочка преградила всем путь. Приятного аппетита. Теперь мы между... между ними. Есть красивые цветочки. Простите, простите, что вторглись в ваше пространство. Следующая партия людей тоже еле проходит через козочек. Мы прошли примерно половину пути. Там было начало. Вон там конец. Это нелегко, но виды того стоят. Мне еще болит голова. И это все усложняет, если честно. Смотрите, какие пики тут. Итак, мы находимся где-то посередине хребта. Вокруг озера, река. Потрясающие виды. Луга. Отовсюду доносятся колокольчики от коров, козочек. Эти виды. Маршрут такой, что в принципе, мне кажется, пройдет кто угодно. Просто надо выспаться и хорошо поесть. Вот. Так что нам еще половина. Идем мы, короче, в два или в три раза медленнее, чем все. Мы останавливаемся, фоткаем. Останавливались, присаживались на пикник. Поэтому, да. Я вообще изначально не рассматривала этот маршрут. Но кое-кто настоял. И все мы тут. Теперь. Он. Это был он. Бэкстейдж, так сказать. Два километра пройдено, осталось два. Мы пошли дальше. Я задавалась вопросом, кто же здесь ухаживает за травой. Так вот, эти люди. Нам. Нам осталось идти до точки примерно час. Ну, я думаю, мы будем идти подольше, потому что мы останавливаемся. Но очень классно. Все в полевых цветах. Поздорно. Вау. Ситуация следующая. Впереди гремит гром. А мы на середине пути. Мы тут не одни, но от этого легче не становится. Потому что гром уже минут 10 так гремит. И как бы в любой момент может ливануть дождь, например. Дождь пошел. Такого еще не было в моей жизни. Гроза. В горах. Он опять пошел. Дождь опять пошел. Вот так. Шли, шли. Стоим с кучей людей под крышей. Тут навоз или что это? Наверное, да. Ну, пахнет навозом, если честно. Один парень прятался от дождя в тракторе. Пора по грязи идти, по размытым дорогам. Когда пошел ливень, мы бежали очень быстро по скользким от воды камням. Хотелось быстрее где-то укрыться, ибо гроза на горе. Это страшно и опасно. Так что после этого марафона, после этого момента, мои силы уже были на исходе. Да. Козы уже были. Теперь коровы. Сейчас уже солнечно. Мы прошли через коров. Небо голубое. А гроза нас застала где-то вот на этом уровне горы. И мы вот так вот быстро-быстро-быстро-быстро-быстро спускались там в домик. Стресс. Вообще, так и идем. Мы дошли. О, боже, на самом деле это восторг. Потому что очень хотелось уже дойти, посмотреть на виды самого классного места. И здесь действительно просто... Камера не передает наверняка. Но круто. То есть тут вот эти зеленые горы, хребет, по которым мы шли, там еще выше горы. А вот там, там озера. Еще тут куча лепешек коровьих. Мы пережили гром. Садо коров. Какая панорама теперь открывается. Чтобы добраться до самой вершины и пройтись по хребту до другого фуникулера, нужно было два подъемника. Один до места Штос. И оттуда уже до следующей точки. И по хребту мы дошли до другой точки. Можно еще в обратном направлении, но вроде как все идут как мы шли. Вот. И фуникулер. Два фуникулера вверх и два фуникулера вниз. Стоили 11 млн франков на двоих. То есть, ну, примерно 5-6 тысяч рублей на одного. Не дешево. Но если своими ногами еще подниматься сюда, на эту гору, это будет очень долго и, скорее всего, очень сложно. Ну, реально нужно прям вот целый день идти. Мы сейчас дошли несколько часов. Не два, далеко не два. Думаю, больше трех. Вот. И как бы да. Но оно того стоит, потому что эти виды... Ну, то есть, ни одно видео мое, ни одна фотография, мне кажется, не передаст эти виды. Как оно все глазами смотрится вообще по-другому. Теперь немножко о том, как обустроено все в Швейцарии. Наверху, вот здесь, буду показывать палкой, находится детская площадка. Ни цветная никакая, ни пластиковая. И очень стильно, классно смотрится в горах. Вот столовая у подъемника на вершине. И тут все супер классно и аккуратно, и чисто сделано. Там, собственно, столики. Здесь можно посидеть. А еще можно взять плед и посидеть на улице. Мои кеды, кстати, в убитом состоянии. Какая-то трава. Еее. Топ. Просто. Да. Идеально. Я сейчас осознала, что мы там вот реально шли вот по всему этому хребту. Вот тут красота своя. Все, сейчас едем со станции Штосбан вниз. Опять в этих же бочонках. Интересно будет посмотреть. И вон остальные бочонки там. Чтобы вы понимали, ехали мы вот с таким уклоном на этой штуковине. Мы уже на платформе. Ждем поезд в Цюрих. Едем домой. Уставшие, довольные. Сейчас была такая финалочка. Забег в куб. До закрытия оставалось мало времени. Вот эти шоколадки. Это топ. Тизер с воздушным рисом. Это. Взяли аж три штуки. Завтра магазины закрыты. Будет с чем чаек попить. А вообще бежали мы. Потому что нам нужно было купить сыр Филадельфию. К завтрашней рыбе, которую я хочу приготовить. А завтра магазины у дома все закрыты. Только на вокзале открыты. Это вот реалии Европы. Магазины работают на вокзале до десяти. Но когда мы дойдем до Цюриха, он уже там останется пять минут. И это, в общем, риск. Тут у нас был запас десять минут. И тоже у вокзала этот магазин. И, в общем, как только открылись двери в автобусе, мы просто сломя голову туда побежали. И в итоге за три минуты успели сбегать туда и вернуться на платформу. И не пропустить автобус, который практически последний. Потому что следующие там часа через два. И это уже поздно. В общем, да. Первая класса, сектор А. Вторая класса, сектор B и C. А там снег. На этом, я думаю, что влог из этого... Влог с этого хайкинга, да. Можно завершать. В Филадельфии у нас. В Шоколадке тоже. Гром и грозу. И дождь мы пережили. До точки дошли. Вот так.